ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Доллар и евро за последнее время изрядно подешевели. В виде этого многие автомобилисты задаются вопросом. Импортные запчасти тоже упадут в цене. Эксперты сходятся во мнении, что не все так однозначно. На ценообразование серьезное влияние оказывает то, какими путями комплектующие попадают в нашу страну. Если в недалеком прошлом их можно было закупать напрямую, к примеру, европейского производителя, то теперь появилась прокладка в виде государств Ближнего Востока или Юго-Восточной Азии. К тому же нельзя сбрасывать со счетов увеличение стоимости перевозок, что наблюдается в последние годы. В общем, если цены на запчасти снизятся, то не очень существенно по сравнению с подорожанием на 20-25%. На фоне укрепления рубля китайская компания Джили резко подняла цены на автомобили. Ощутимее всего подорожал кроссовер Тугелла, плюс 1 миллион 300 с лишним тысяч рублей. Сейчас он стоит минимум 4 миллиона 100 тысяч. Цены на Кулрэй начинаются от 2 миллионов 300 тысяч, на Атлас от 2 миллионов 229 тысяч рублей. От 2 миллионов 759 тысяч теперь просят за Атлас ПРО. В первом квартале этого года спрос на модели Джили в России вырос почти на 60%. ГИБДД предостерегла водителей от использования так называемых заглушек ремней безопасности. Эти дешевые устройства позволяют обмануть электронику автомобиля, заставив ее думать, что находящиеся в машине воспользовались ремнями. Хотя это не так. По словам автоинспекторов, это чревато серьезными травмами. Например, при столкновении и сработывании подушек безопасности водители-пассажиры получат удар большой силы. Силу можно уменьшить, если применять ремни по их прямому назначению и не искать обходные пути. ТРАССА 101 В России увеличился спрос на новые мотоциклы. Число приобретенных байков в первые месяцы 2022-го по сравнению с тем же периодом прошлого года выросло в полтора раза, информирует агентство «Автостад». Самая популярная марка – BMW. На втором месте – индийский бренд «Баджадж», на третьем – «Харли Гэвидсон». Также в пятерку входят «Мотолэнд» и «Регул Мото». Чаще всего мотоциклы без пробега покупают в Москве и Московской области, Питере, Краснодаре и Екатеринбурге. ТРАССА 101 А во Франции начинаются продажи миниатюрного двухместного электромобиля «Биро», выпускаемого итальянской компанией «Эстрима». Машина длиной менее двух метров и шириной один метр стоит в переводе на рубли около 750 тысяч. У электрокара нет дверей, управлять им можно с 14 лет. Два электромоторчика суммарной мощностью 5 лошадиных сил разгоняют малыша до 60 км в час. Аккумулятор у «Биро» съемный. Его можно вынести на зарядку домой либо в офис. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «ТРАССА 101». До свидания. ТРАССА 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова